Дорогие зрители, приветствую вас на своем канале Али Шопоголик. Если вы на моем канале сегодня впервые, то я представлюсь. Меня зовут Алла, я Алиэкспресс-блогер из Германии. Я уже несколько лет покупаю с удовольствием вещи с Алиэкспресс. И сегодня я покажу вам также очень много летней одежды, которая прикупила с Алиэкспресс. А также, конечно же, покажу, с какими вещами я скомбинировала все эти новые вещи. На все товары, которые я вам сегодня буду показывать, вы найдете ссылочки, как всегда, внизу в инфобоксе. А если же, например, еще смотря это видео, вы заметите на мне какие-то украшения, или может быть сумочки, какие-то дополнительные вещи, о которых я сегодня не рассказываю, то пишите мне просто в комментариях. Я вам дам ссылочку на то видео, где я о этих вещах детально рассказывала. Все эти вещи, конечно же, с Алиэкспресс, поэтому я вам могу действительно дать ссылку, чтобы вы могли их тоже посмотреть и купить. Также, как всегда, хочу напомнить еще о том, чтобы вы, прежде чем вы что-либо покупаете на Алиэкспресс, использовали кэшбэк-сервис. С кэшбэк-сервисом вы можете экономить на своих покупках, можете возвращать деньги обратно. Я это делаю уже несколько лет. Очень довольна, например, самим Мегабонусом и ЭПН. Если вы до сих пор еще не пользуетесь таким сервисом, то могу посоветовать эти два. Ссылочки на них вы найдете в описании. Так что сейчас я приступаю. Сейчас я покажу вам много летних вещей. Субтитры делал DimaTorzok Этот топ оказался самой дорогой покупкой на сегодня, но я нисколько не жалею, так как я большой любитель экстравагантных, интересных, необычных вещей. И этот топ является именно таким. Этот топ состоит из двух частей. Он состоит из лифа бандо, а также вот этой верхней части, которая заканчивается басочкой. Мне очень нравятся басочки, поэтому я частенько покупаю именно такие вещи. Для меня они остаются всегда модными, всегда актуальными. В этом случае я этот топ приобрела только из-за того, что он такой необычный. Мне понравилось, что он здесь спереди. Просто вот такой вот идет прямая полоса. А по бокам у нас здесь полностью все открыто. В отпуске я надевала этот топ именно так. У меня сейчас надеты белые шортики. Это тоже отлично смотрелось. Но в повседневной жизни, на работу, например, я также смогу надеть этот верхний топик. Под него можно также использовать и рубашку, боди, или, например, футболку. Или же я собираюсь носить ее с топом, который с узкими лямочками такими. Это тоже будет отлично смотреться. Не обязательно, конечно, использовать именно этот лиф бандо. На свои параметры 95, 73, 97 я выбрала размер L. Это самый большой размер. Продавец предлагает его, начиная от размера S и заканчивая размером L. Вот он мне отлично подошел. Как раз все хорошо по талии легло. Здесь действительно не сильно много осталось места. Пару сантиметриков. Так что, если вы, например, немного пошире в талии, то он может оказаться вам мал. Качество этого топа мне очень понравилось. Оно просто идеально. Везде все аккуратно прошито. Действительно, ни к чему не придерешься. По спинке у нас проходит молния, которая идет почти на всю длину топа. Для некоторых цена может оказаться шоком. Но я считаю, что эта покупка полностью оправдывает свою цену. Я заплатила за него 2150 рублей. На наши деньги это 33 евро. Если сравнивать с ценами в итальянских бутиках, например, где я недавно только закупилась, опять отвалила кучу денег, то можно сказать, что эта покупка еще очень даже бюджетная. Я очень осталась довольна этим качеством и этим топом. Хотя материал у нас полиэстерный. Я думаю, что это распространяется на сам лифт. И для тех, кто все-таки решится его купить, хочу посоветовать, чтобы вы стирали его отдельно. Хотя бы в первый раз, так как он линяет. Следующая покупка это кружевное летнее платье. Это платье предлагает продавец в трех различных цветах и начиная от размера S до размера XL. В моем случае я выбрала сейчас размер M. Он, в принципе, на меня отлично подошел. Но первый раз, когда я одевала это платье, оно действительно трещало по швам, так как швы довольно туго были стянуты. Это платье сделано из кружева. Здесь по поясу у нас идет подклад, так что ничего не просвечивается. То же самое потом начинается от этой просвечивающейся полосы. Под дюбочкой там тоже есть подклад, поэтому все закрыто. Когда еще в прошлом году нашла это платье на Алиэкспресс, увидела на картинке, мне оно очень понравилось. Я заложила его себе в корзину. Но хотела сначала найти подходящего продавца, у которого будет много отзывов. Я так и не нашла. В этом году я его купила. Просто забросит всю осторожность. И, в принципе, разочаровалась. Не могу сказать, что именно мне в этом платье мешает. Но как-то оно сидит так или какое-то качество такое не совсем прям идеальное. Хоть даже и швы нормально прошиты и состыковывается кружево, вот, например, где замочек на спине. Но что-то в этом платье мне мешает. Немного меня также разочаровала длина, так как я все-таки надеялась, что оно будет подлиннее. У платья у нас, как вы видите, здесь пояс прозрачный такой идет кружево. Здесь, как я уже говорила, везде и сверху, и снизу есть подклад. Он мягкий такой платье, в принципе, и хорошо ощущается на теле. Такое мягенькое. Ничего не могу сказать насчет того, что мне в нем некомфортно, так как все отлично сидит, все нормально. И сажусь я в нем нормально, и ничего больше не трещит по швам. Цена у этого платья довольно-таки адекватная. Заплатила за него всего 1140 рублей. На наши деньги это 15 евро. Сзади у нас проходит длинный замочек синий, хорошо вшит. Как я уже говорила, хорошо все состыковывается, кружево хорошо сшито. Могу только сказать, что я не в диком восторге от этого платья, в отличие от предыдущей вещи. Я вам, конечно же, как всегда, оставила замеры, а также детальную съемку качества товара. Решайте сами, нужна ли вам такая вещь или нет. Следующее мое очень удачное приобретение. Это этот топ, который в золотом цвете, также предлагается он продавцом и в серебряном цвете. Мне понравился этот топ именно своим дизайном, вернее своей вязкой. У этого топа довольно крупная вязка, и к тому же здесь везде пришиты еще пайеточки золотые, которые переливаются, когда падает на них свет. Тоже красиво очень смотрится. Смотрится и нарядно. Можно, например, так пойти куда-то даже можно на день рождения, на какое-то мероприятие. Продавцам предлагается этот топ, у него есть и другие похожие. Он предлагается только в одном размере. На мои параметры 95, 73, 97. Этот топ отлично сел, у меня даже есть еще немножко места, оно не сильно обтягивает. Стоимость этого топа 1300 рублей, 18 евро. Не совсем такая низкая цена, но если учитывать то, что вещь нарядная, что действительно можно куда-то одеть на мероприятие, то я думаю, что это тоже неплохая цена. В описании продавца стоит, что это полиэстер. Когда я его только распаковала, он ужасно вонял. Но сейчас вы видите его на мне после стирки, он не сел нисколько, и в то же время уже больше, конечно, так не воняет, уже нормальный у него запах. И это просто была такая какая-то химическая обработка. У этого топа немножко укороченный перед и немного удлинена задняя часть. Из-за того, что здесь вот эти дырочки уходят довольно-таки глубоко, я не стала сейчас надевать просто с бюстгальтером, а одела под низ топ нюдового цвета. Внизу в описании я вам оставлю также ссылочку на такой топ нюдового цвета, который можно под него надевать. Если вы, конечно, посмелее, можете надеть его и без топа. Качеством товара я осталась очень довольна. Резиночки, все здесь хорошо проработано. Даже внутренние швы выглядят аккуратно. Единственное, где я заметила, это вот здесь вот сверху, с внутренней стороны немножко они что-то напутали. Но там я уже не буду ссуваться, оно незаметно, поэтому я не считаю, что это сейчас большой изъян. Главное, снаружи оно выглядит все аккуратненько и выглядит тип-топ. С этим топом я сейчас скомбинировала белые брюки-карандаш, о которых я вам уже очень давно хотела рассказать. Но так как магазин закрылся, вернее, сначала не работала ссылка, потом вообще прекратил свои действия магазин. И я все ждала, что, может быть, когда-то все-таки они исправят свои неполадки. И оказалось так, что они просто переехали, они сделали свой собственный сайт. Это большой магазин, в котором я покупала тогда и для мужа своего ремень, например, и для себя уже несколько вещей, несколько джинсов. И этими вещами я была очень довольна. Сейчас вот у них есть свой собственный сайт, там они предлагают эти же самые товары. Поэтому я все-таки решила показать вам эти джинсики, так как они мне очень-очень понравились. По качеству они отличные, как и все другие вещи из этого магазина. К тому же мне нравится то, что они не слишком тонкие, материал довольно плотный. И так как я знаю, что продавец такой ответственный, я буду теперь покупать просто в этом магазине и могу вам его тоже посоветовать. У нас действительно всегда была с ним коммуникация очень хорошая. Мы всегда переписывались быстро, отвечал он мне на все мои вопросы. И всеми вещами я также была всегда довольна. Поэтому я думаю, что не стоит бояться. И можно покупать и на его собственном сайте. Эти джинсики из довольно плотного материала. И заплатила я за них 1275 рублей. На наши деньги это 17.50. Я думаю, что за такие джинсы это тоже неплохая цена. В принципе, можно заплатить такую цену. К тому же качество отличное. Поэтому я считаю, что они своих денег стоят. К тому же предлагают продавец эти джинсы, начиная от размера 26 и заканчивая размером 32. В своем случае на свои параметры 95, 73, 97 я взяла в этот раз размер 29. Хотя покупала другие джинсы, у которых более завышенная талия. Точно такие же, только с завышенной талией. Покупала в размере 28 и тоже в них отлично влезла. Тоже на меня хорошо сели. Посадка у этих брючек средняя. Сделаны они из материала, который состоит из хлопка и спандекса. Довольно хорошо тянется материал. Цвет этих брючек не кипельно-белый, а такой молочно-белый. Мне понравилось также то, что у нас кармашки довольно-таки большие сзади. И смотрится это намного лучше, чем если бы они были совсем малюсенькие. Спереди немного белые карманы просвечивают. Поэтому я их немножко как бы наверх подворачиваю. Поэтому это не видно. Сейчас на загорелом теле, конечно же, после отпуска еще более просвечивает моя темная кожа. Оказывается, я могу сказать, что оно действительно идеальное. Все швы аккуратно прошиты. Везде все очень-очень аккуратно сделано. Как снутри, так и снаружи. Молния работает на ура. Поэтому эти джинсы я вам могу посоветовать. Вы не пожалеете о своей покупке. В следующей своей новинке я чувствую себя немножко как русалка. Или как сказочная рыбка, у которой вот такая чешуя вся переливается. Из 20 различных дизайнов, не цветов, а именно дизайнов, я выбрала именно этот. Он мне понравился больше всего. Лайс предлагает этот топ, начиная от размера S до размера XL. На свои параметры 95 и 397 я опять-таки взяла размер L. Он мне отлично подошел. Из-за того, что материал состоит из полиэстера и спандекса, он хорошо тянется. Поэтому он на мне достаточно даже свободно сидит. Не так, что совсем прям в облипку. За счет состава своего материала, спандекса и полиэстера, он довольно хорошо тянется. И подойдет, конечно же, и на более крупные формы. Также мне понравились у этого топа и лямки. Здесь они узенькие такие, несколько штук. А сзади это все переплетается. Отлично все смотрится. Классно так на лето такой вариант. А кастюм могу сказать, что оно действительно отличное. Везде все хорошо прошито, везде аккуратненько все сделано. Нигде я не заметила, чтобы было что-то не так. Мне этот топ понравился. Тем более стоит он всего 620 рублей. На наши деньги это около 9 евро. Я думаю, что это тоже неплохая цена за такой интересненький топ. И очень тоже довольна своей покупкой. Следующее мое приобретение было опять-таки экспериментом. Так как уже более 10 лет я не покупала себе ни одни шорты. В этот раз я рискнула опять. Хотя не ношу вообще шорты. Но думала, для отпуска это пойдет. Выписала себе шорты, о которых очень много уже читала отзывов от блогеров на Айтау. Могу сказать, что эта покупка меня не разочаровала. Так как длина у этих шортиков довольно-таки длинная. Что я могу носить. Что я не буду стесняться. Это как юбочка, можно сказать. Они довольно широкие, что не облегают полностью все. И не обтягивают. Это тоже, конечно, большой плюс. Качество вообще тоже классно. Мне очень понравилось. Швы аккуратно прошиты. Цвет у нас опять-таки не кипельно-белый. А такой немножко молочный. Смотрятся эти шортики на мне почти так же, как и на модели с фотографией. Довольно-таки свободненько на мне сидят. У нас здесь заметно завышенная талия. Также присутствует поясок, который тоже украшает, конечно же, все это дело. Здесь у нас присутствуют также два кармана, которые тоже отлично сюда вписываются. Здесь они хорошо пригождаются. И сзади у нас просто никаких кармашков нет. Просто материал. Заплатила я за эти шорты 540 рублей. На наши деньги это 7 евро с чем-то. И состоят они из хлопка с пандексой и полиэстера. Ну, в общем, материал очень приятный. Такой струящийся. Не слишком мнется. Но немного просвечивает. Если я сейчас этот топ заправлю, то видно будет здесь спереди розовые чешуйки. Поэтому не советую вам сюда под низ одевать, например, белые трусики. Это будет хорошенько видно. Я осталась этим своим приобретением очень довольна. Могу вам их тоже посоветовать. Следующее приобретение это шифоновое платье в эмпая стиле таком. Здесь у нас завышенная талия. Вернее, под грудью проходит этот шов. Это платье мне понравилось очень комбинацией своих цветов. Также предлагает это платье в серо-зеленом цвете. Тоже комбинация, тоже очень красивая. Но так как я сейчас как-то в этом году все покупала такое розовенькое, я взяла именно этот цвет. Предлагается это платье, начиная от размера S и заканчивая размером 3XL. Так что там есть и большие размеры. В моем случае я взяла на свои параметры 95, 73, 97 размер L. Мне размер L отлично подошел. Все на меня хорошо село. Даже есть здесь немножко пару сантиметриков. Но они утягиваются этим пояском. Поэтому здесь ничего больше укорачивать или уменьшать не нужно. Здесь сбоку у нас проходит скрытая молния. И там где заканчивается та молния, немножко сообразуется такая складка. Это в принципе не сильно такой изъян. Но если присматриваться, если уж быть совсем критичным, то можно это заметить. Горловина у платья регулируется вот таким шнурком, который завязывается сзади на спине. Отлично все смотрится. Мне вообще-то платье это понравилось. Оно мне понравилось на картинке и понравилось в жизни. Оно оказалось длиннющим. Само изделие было, я вот его измерила, перед тем, как я его отдала укорачивать, измерила его метр пятьдесят пять. Если смотреть, что рост у меня всего 162 сантиметра, мне пришлось очень много отрезать от этого платья. У этого платья также присутствует подклад, но в принципе он довольно-таки короткий. И к тому же просвечивается сам. Так что скорее всего я его просто обрежу и буду использовать свою белую бандажную юбку, которую я вам тоже уже показывала. Которую я использую иногда в качестве подъюбника, например, с другим своим кружевным платьем. За это платье я заплатила 1200 рублей, на наши деньги это 16 евро. Сказать, что прям качество совсем идеально не могу. Есть некоторые изъяны, некоторые швы не так сильно аккуратно прошиты. Ожидала я немного большего от него, но это я сейчас очень критично говорю, действительно. В принципе, если не приглядываться, то выглядит это даже очень неплохо. Я показываю вам это платье на себе, как оно выглядит в одетом состоянии. Также показываю детальные съемки самого материала, самого покроя. И если вам нравится такое платье, в принципе, можно покупать. Не буду вас отговаривать. Решайте, конечно же, сами, но за эти деньги я думаю, что это тоже была неплохая покупка. Ну и сейчас я хотела рассказать вам о этом шелковом топе, который я приобрела уже более года назад, но как-то до сих пор еще не довелось вам его показать. По качеству этот топ мне очень понравился. Предлагается он в 8 различных расцветках у продавца и начиная от размера S до размера 3XL. В моем случае на свои параметры 95-73-97 я заказала размер XL в этот раз. Можно было бы взять и на размер меньше. Кроме качественного пошива, этот топ также может похвастаться еще вот этим вот подкладом, который здесь находится в районе груди. Эти лямочки, они тянутся, это резиночки, и сходятся они сзади на спине. Заплатила я тогда за него 590 рублей, на наши деньги это 8,70 евро. Осталась очень довольна эта покупка, это действительно была удачная покупка. И можно его использовать, например, также надев пиджачок, можно также пойти на работу. Я считаю, что это будет тоже отличный вариант. Смотрится довольно нарядно, смотря с чем, конечно, его скомбинировать. Я заказывала этот топ в цвете шампанского. Осталась покупкой очень довольна, могу вам его тоже порекомендовать. О этом топе я вам уже давно обещала рассказать, но как-то мне не получалось, чтобы скомбинировать с чем-либо. Сегодня я хочу показать вам этот топ, наконец-то. Этот топ я покупала из магазина Shein, который находится на Алиэкспресс, напрямую с Алиэкспресс. За него я тогда заплатила 580 рублей, на наши деньги это 8 евро. Продается он продавцом, начиная от размера XS до размера L. Я в целом случае на свои параметры 95, 73, 97 взяла его в размере L. Он мне отлично подошел, даже немного свободноват, даже можно сказать много свободноват, но именно так я и хотела, чтобы он сидел, я хотела, чтобы он был посвободнее. Тип материала атласный, сам материал полиэстер. Это мы уже знаем, что на Shein в основном все вещи из полиэстера. Мне это нисколько не мешает, мне этот топ понравился, но качество у него немножко хромает. Я, например, на мой взгляд, я не знаю, как это сейчас видно вам, лямки немного друг от друга отличаются по ширине, это я заметила. К тому же швы не очень идеально прям прошиты. Но все-таки носить я его, конечно же, буду, вернее, ношу уже, но сказать, что прям идеальное качество не могу. Сам топ, вернее, дизайн и сама задумка мне очень понравились, красиво очень смотрится. Если бы не эти небольшие изъяны, то вообще была бы идеальная покупка. И раз уж я сейчас комбинировала черные вещи, покажу вам сразу и вот эти лоферы, эти слепоны, которые я тоже приобрела. Они выглядят вот так просто, канвас или холст, как это можно назвать материал. Эти лоферы выглядят довольно просто. Вот такие вот у нас здесь наверху резиночка. Продавец предлагает эту обувь в четырех различных цветах. Также начиная от размера 5 и заканчивая размером 9. Между ними там еще есть вот эти половинчатые, серединчатые размеры. К тому же заплатила я за них 1025 рублей. На наши деньги это 1380, кажется. На свою стопу 24,5 см я заказала размер 8,5. Вот он мне идеально подошел. Здесь у нас достаточно так узко они сделаны, что даже моя широкая стопа смотрится в них достаточно узко. О качестве могу сказать, что оно очень хорошее. Там, где видны швы, они все идеально прошиты, все очень аккуратненько. Единственное, что я заметила вот при моем свете сейчас, если, смотря как свет падает на них, здесь немножко минимально виден клей. Но если, например, я их держу прямо и на них с нормальной стороны падает свет, то, в принципе, этот клей совершенно незаметно. Но хочу вас все же предупредить, когда я их в первый раз надела, здесь ходила по дому где-то минут 15, наверное, и потом сняла, заметила на своем большом пальце большое черное пятно. Так что я думаю, что их стоило бы сначала постирать, прежде чем носить или же надевать их на носочек. А, в общем-то, качество очень хорошее. Подошва тоже тут очень аккуратно сделана все. Мне они понравились, как они выглядят, как они смотрятся на ноге. И эту покупку я вам тоже могу порекомендовать. Просто нужно будет их, скорее всего, сначала постирать. А сейчас, дорогие девочки, я хочу сделать вам сюрприз, или, вернее, подарок. Сначала я о нем расскажу, а потом расскажу, что нужно сделать для того, чтобы его получить. Подарить я вам хочу вот такой сет, состоящий из 9 кисточек для макияжа от фирмы Dukia. Я уже как-то покупала кисточки от фирмы Dukala. Мне они тоже очень нравятся, и они очень хорошо подходят в качестве подарка. Эти кисточки тоже смотрятся очень декоративно. У нас их здесь 9 штук. Здесь сзади написано, кстати, для чего что есть. Но, к сожалению, я не нашла на самой кисточке номерок, под которым здесь, например, стояло объяснение, для чего оно и есть. Но, в принципе, я думаю, что каждый из вас разберется. Эти кисточки очень мягенькие, такие упругие, которые должны быть упругими. Эти мягенькие. Классно смотрятся. Мне понравится очень дизайн этих кисточек, так как здесь у нас такой градиент. Серебряный цвет комбинируется с сиреневым. Очень красиво смотрится. К тому же здесь на каждой кисточке есть еще логотип бренда. Кстати, предлагается еще вот такая вот кисточка для бровей дополнительно, которая просто идет как подарок. Сами кисти выполнены из синтетических волос, конечно же, не из натуральных. Предлагается продавцам два варианта комплекта. Можно купить 9 кисточек, а также можно купить сет, который состоит из 17 кисточек. Если вам понравились эти кисти и в конце концов вы не выиграете в этом конкурсе, то можете приобрести их. Они не сильно дорогие. Они стоят 1000 рублей. На наши деньги это 13.50. Если учитывать, что бренды косметики здесь продают одну кисточку за 40 евро, как я, например, покупала от фирмы Мэг. И смотреть на этот сет, который состоит из 9 кисточек и стоит всего 1000 рублей, то я думаю, что это тоже отличная такая покупка. Сами кисти действительно классные. Могу вам их только посоветовать. Мне они очень нравятся. И поэтому я хочу вам их подарить. Ну и сейчас, конечно же, расскажу вам о условиях этого конкурса. Для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, вам не нужно будет много делать. Вам нужно быть моим подписчиком. Это обязательное условие. И к тому же напишите, пожалуйста, комментарий. Все равно какое. Пожалуйста, только без оскорблений. Бывало и такое. Кто стал победителем этого конкурса, я сообщу вам ровно через 2 недели после выхода этого видео в своих группах ВКонтакте, а также в Фейсбуке. Если же у вас нет аккаунта в этих социальных сетях, то, конечно же, с самим победителем я свяжусь и через YouTube и сообщу, если вы выиграли. Надеюсь, что я сейчас ничего не забыла и желаю вам успеха в этом конкурсе. Те, кто хотят играть, или вернее, все те, кто будет оставлять комментарии, автоматически уже участвуют в этом конкурсе. Так что, если вы меня, например, спрашиваете что-либо насчет одежды, то, в принципе, вы уже играете, уже участвуете. Следующее мое приобретение, с которым я сейчас скомбинирую этот образ, это вот эти часы. На самих часах стоит, что это бренд Крылова. Эти кварцевые часы довольно бюджетный вариант, так как они стоят всего 580 рублей, на наши деньги это около 8 евро. Материал ремешка, как указать сам продавец, должен быть натуральной кожей, но так как я в этом совершенно не разбираюсь, сказать вам, действительно ли это так, не могу. Здесь у нас на самой застежке также присутствует еще логотип бренда. И я выбрала их в серебряном цвете. Насколько я помню, их там, кажется, 6 разных цветов, может быть и больше, я сейчас просто себе это не записала. Продавец пишет, что они водонепроницаемые, к тому же сам циферблат выполнен из нержавеющей стали, и сверху у нас не акриловая какая-то поверхность, а именно стекло. К тому же, мне очень понравился у этих часов именно минималистический такой дизайн, так как у нас циферблат действительно выполнен очень-очень просто. Сам корпус выполнен под розовое золото, к тому же временные отметки сделаны под розовое золото и сами стрелочки. И больше, кроме логотипа бренда, у этих часов нет на циферблате никаких других обозначений. Диаметр циферблата 4 см. По дизайну они мне очень понравились, выглядят отлично из-за того, что они на самом деле такие простые. Качество исполнения мне тоже очень понравилось. Не знаю, конечно, как они поведут себя в дальнейшем, но на данный момент пока что я ими осталась очень довольна. Субтитры сделал DimaTorzok Следующая вещь это этот рикотажный топ, который обшит тоже здесь спереди пайетками. К сожалению, тот топ с пайетками и градиентом, который я вам уже тоже показывала, на Алиэкспресс вообще больше не продается. И я уже переискала полностью весь интернет, никак не могу его больше найти. Поэтому, может быть, для тех, кому он тогда не достался, это тоже хорошая альтернатива. Этот топ предлагается продавцом в семи различных расцветках. У него пайетки нашиты только здесь, конечно, без градиента, но все равно тоже он очень даже неплохой. Материал у нас состоит из полиэстера и хлопка. Такой очень мягенький, хорошо тянется к тому же. Я, например, на свои параметры 95, 75, 97 заказала этот топ в этот раз в размере XL. Продавцому предлагается он, начиная от размера M и заканчивая размером 5 XL. Так что там есть и размеры побольше. Заплатила я за это топ 890 рублей. На наши деньги это 12,50 евро. Я считаю, что это тоже неплохая покупка была. Хочу также сказать, что иногда мне пишут, что, например, цена сейчас выше, чем та, которую называю я. Такое действительно может быть, так как цены на Алиэкспресс постоянно прыгают. Если кто-то уже давно покупает на Алиэкспресс, то вы знаете, что почти каждый день цена меняется. Я в своих видео всегда рассказываю о той цене, которую я заплатила за этот товар. Без всяких скидок. Это именно та цена, которая была мной заплачена. И у этой майки цвет не кипельно-белый, а такой молочно-белый. В заключении могу сказать, что я осталась этой покупкой очень довольна, так как качество действительно очень хорошее. И мне нравится, как она смотрится на мне. Следующая новинка моего гардероба это вот эта футболка. Я вам недавно в одном из обзоров показывала черную маечку, тоже с губами. В этот раз я решила заказать полную противоположность тому топу, который я вам показывала. Он был черный, с серебряными камушками. Этот топ, или эта футболка, белая, с золотыми камушками. Эта футболочка по качеству мне очень понравилась. Швы тоже аккуратно прошиты, везде все классно сделано. Камушки также хорошо наклеены. К тому же у нас они предлагаются в четырех различных дизайнах. Предлагается эта футболка также начиная от размера XS и заканчивая размером 3XL. Я в своем случае в этот раз выбрала на свои параметры 95-73-97 размер XL, так как я не хотела, чтобы она сидела слишком в облипку. Именно вот так мне ничего не сковывает в движениях. Все очень классно сидит. В описании продавца стоит, что материал у нас хлопок. Он такой тянущийся, так как я совершенно не специалист материалов, не могу сказать вам точно, насколько это действительно соответствует правде. Мне этот материал нравится. Мягенький такой, легенький. За этот топ я заплатила 1100 рублей. На наши деньги это 14,50 евро. Я не жалею нисколько, что купила эту футболку. Она мне очень понравилась. Как я уже говорила, ее качество очень хорошее. Так что ее вам я тоже могу посоветовать. Следующий топ, наконец-то, кипельно-белого цвета. Продавец предлагает этот топ в 11 разных расцветках. Это такой очень простенький топ. За него я заплатила всего 205 рублей. На наши деньги это 2,80 евро. Это отличная цена. Качество очень хорошее. Мне очень понравилось. За такие деньги это вообще просто прелесть. Этот топ такой очень простой. Я его покупала, в принципе, чтобы носить его под блузочки или под какие-то кофты, которые просвечиваются. Материал топа состоит из польестра, спандекса и модала какого-то. Не знаю, как это выговаривается. К тому же он еще немного тянется, этот материал. Продавец предлагает этот топ только в одном едином размере. Так что вот на мне он сидит так вот, в принципе, в обтяжку. Но из-за того, что он еще немножко тянется, здесь можно иметь немножко параметры побольше. Но, в принципе, если намного больше, то он уже не налезет. Качество товара мне очень порадовало. Сам материал такой мягенький, тянется. И к тому же все швы очень аккуратно прошиты. Действительно, за такие деньги это просто находка. К тому же, чтобы надевать под какие-то блузочки, я также заказала себе вот такую майку, в которую уже встроен бюсткалтер. Эта майка хоть и отличного качества, но немного меня разочаровало в самой функциональности, так как я рассчитывала, чтобы носить потом без бюсткалтера. Здесь не совсем получается, или вернее, тогда я себя чувствую слишком свободно. У меня такое ощущение, что меня не слишком что-то держит. Действительно, чашечки мне подошли на мою грудь 95 см, под грудью у меня 82 см. Но мне кажется, что если бы она здесь была немного поуже, то это сидело бы все намного лучше, прилегало бы больше. Поэтому я думаю, что я просто заказала неправильный для себя размер, перезакажу его еще раз. Ямочки у этого топа переставляются, как на бюсткалтера. Чашечки, как я говорила, в размере L на меня подошли. Если надевать этот топ, например, под облегающей футболки, то это отлично. Сама футболка облегает, и поэтому все лежит там, где нужно. А если же я надевала ее с какой-то блузкой, то чувствовала действительно дискомфорт, потому что не было этой поддержки, которую я от этого топа ожидала. Продавец просит за этот топ всего 370 рублей. На наши деньги это 4,80 евро. Я думаю, что это тоже неплохая была покупка, если бы я угадала с размером. Но сейчас я покажу вам последний на сегодня образ. У нас уже почти час ночи, устала Алла, все, на сегодня хватит. Я долго присматривалась к этому платью, так как хотела именно белое платье. Это платье очень тонкое, летнее. Очень мне понравилось. Я смотрела его у нескольких продавцов, все боялась промахнуться с длиной, и заказала в конце концов у этого продавца. Я не ошиблась. У меня почти до колена доходит длина этого платья. На мой рост 162 см. Осталась я этим самым очень довольна. Мне сначала немного показалось, что сзади вот этот бантик, который там завязывается, немножко дешевит платье. Но, в принципе, померив его сейчас, я очень пожалею, что все-таки не взяла его с собой в отпуск. Именно для отпуска я его и заказывала. Заплатила я за это платье 1025 рублей. На наши деньги это 13,80 евро. Предлагается это платье, начиная от размера S и заканчивая размером XL, и также в 6 различных цветах. Я взяла на свои параметры 95, 73, 97 размер L. Мне он отлично подошел. Мне очень нравится. Единственное, что здесь, может быть, нужно будет немножко доработать, или немножко укоротить лямки, чтобы вот здесь сбоку это ушло, или же здесь немножко прищепнуть, так как здесь немножечко оттопыривается. Это платье мне очень понравилось именно в белом цвете, так как оно выглядит очень нежно. На загорелой коже, конечно, смотрится это еще лучше. И к тому же вот это кружево здесь тоже делает это платье таким миловидным. Здесь у нас идет юбочка такая расклешенная, А форма, и тоже такая пышненькая. Очень все хорошо смотрится. Нижний подклад у нас не сильно длинный, но в принципе хватает, чтобы прикрыть все, что нужно. Спинка у нас почти полностью открыта, эти лямочки не переставляются, вот поэтому мне, скорее всего, и нужно будет их немножко ушить. Сейчас, конечно же, с этим платьем подошел только силиконовый, или вернее тряпочный бюстгальтер, который наклеивается на грудь, о которых я вам уже несколько раз говорила. Я вам оставляю, как всегда, ссылочки внизу в описании, на те, которые самые мои любимые, которые я использую уже несколько лет, про которые я могу сказать, действительно, они классные этими бюстгальтерами, я довольна. Продавец указывает в описании, что материал состоит из спандекса и польестра, но, в принципе, спандекса я здесь совершенно не ощущаю, так как материал такой плотный и совершенно не тянется. Я не знаю, где они тут спандекс использовали, но для меня он как-то не ощущается. Ну и последняя на сегодня вещь, вернее, обувь, это вот эти балетки, которые я тоже заказала, чтобы носить, например, на работу, на плоской подошве. Эти балетки понравились мне своим дизайном, они смотрятся, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, все-таки есть какой-то у них здесь немножко дизайн, вот этот тройной бантик с пряжкой. Я выбрала их в белом цвете, хотя продавец предлагает их в 9 различных цветах. Заплатила за них 600 рублей, если считать в евро, то это получается 8 евро. В принципе, очень даже неплохая такая цена для таких балеточек. Конечно же, материал нигде здесь натуральной кожи или что-либо подобного нет, это все полиуретан. Здесь вот сверху ощущается как флок. Когда я только распаковала посылку, мне показались они достаточно маленькими такими, и я все подумала, что все, я не смогу их носить, они мне будут маленькие, но оказалось, что это совершенно не так. Они мне отлично подошли на мою стопу 24,5 см в размере 8. Я их уже носила, так что могу сказать, что они удобные. Предлагаются они, начиная, от размера 4 до размера 12, так что там есть еще и побольше размеры. У меня вот европейские 38. По качеству можно сказать, что оно неплохое, но и не идеальное. Есть в некоторых местах, например, следы клея, но это не так сильно заметно. Так как я их уже носила, конечно же, в белом цвете такие балетки быстренько загрязняются. Этими балетками я осталась очень довольна, так же, как и другие покупательницы, которые покупали их до меня. Там уже у этого продавца очень много отзывов, так что смотрите сами. Я сама осталась очень довольна своей покупкой, и могу вам их тоже посоветовать. Дорогие девочки, этот обзор подходит к концу. Я надеюсь, что я вас не слишком утомила, и вам этот обзор тоже понравился. Конечно же, прошу вас не забыть поучаствовать в этом конкурсе. Даже если вы не хотите иметь этот подарок для себя, то, может быть, вы найдете кого-то другого, кому вы можете его подарить. Может быть, кто-то из ваших друзей или подруг также интересуется бюджетными покупками с Алиэкспресс, или хочет также поучаствовать в конкурсе. Буду вам очень благодарна, если вы поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями в социальных сетях. Я надеюсь также, что я смогла вас сегодня убедить, и если вы до сих пор еще не были моим подписчиком, то им обязательно сейчас станете. Нажимайте на подписку, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. На сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам удачных покупок с Алиэкспресс, желаю вам успеха в этом конкурсе. Пока-пока, друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok